Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. В Белокурихе горное появится роднопровод. Идею поддержал премьер-министр России, который находится сейчас в горном Алтае. Человеческий фактор или все-таки бобры? Продолжается отработка версии гибели рыбы в озере Клубничное. Без паласа на улицу не выйти. Почему бренаульский инвалид, писал президенту, если в его пользовании целых две коляски? Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею строительства роднопровода на курорте Белокуриха-Горное. Об этом стало известно во время совещания по развитию туризма, которое прошло сегодня в соседнем регионе Республики Алтай. В нем приняло участие и руководство Алтайского края. До начала рабочей встречи, на которую съехались главы ряда регионов страны, включая Республику Крым и Камчатский край, Михаилу Мишустину презентовали выставочные стенды. Это своего рода презентация инвестиционных туристических проектов разных субъектов. Алтайский край презентовал юрточный глэмпинг, алтайское кочевье и экологическую тропу Бирюзовая, горнолыжный комплекс Бирюзовая Катунь и курорт Белокуриха-Горное. О планах по развитию последнего объекта главе правительства рассказал гендиректор курорта Константин Ежов. Он также попросил поддержать создание роднопровода протяженностью 7 километров. Михаил Мишустин инициативу одобрил и пообещал дать соответствующие поручения профильным структурам. Два российских субъекта, это соответственно республика Алтай и Алтайский край, посещают ежегодно больше приезжих, чем проживают здесь людей. Туризм давно стал для этих регионов системообразующим направлением экономики, но, конечно, качественной инфраструктуры для отдыха, к сожалению, пока не хватает. По поручению президента стартовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Большая часть средств предусмотрена на обновление той самой важной инфраструктуры. Она должна быть современной и удобной для людей по всей стране. Ну а путешествия интересными, ну и, конечно, безопасными, с хорошим, качественным сервисом. В рамках национального проекта действует целый ряд мер помощи для компаний. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса. Добавим, создание Белокурихи горной ведется в связи с ростом спроса на санаторно-курортные услуги. Сегодня загрузка действующего курорта достигла практически 100%. Под горную Белокуриху отвели площадку в 136 гектарах. По госпрограмме ее обеспечили необходимой инженерной коммуникацией. Построили к ней серпантинную автодорогу. Общий объем заявленных инвестиций на строительство туристских объектов – около 9 миллиардов рублей. В Алтайском крае продолжается отработка версии по факту массовой гибели рыбы на озере Клубничное Залесовского района. Профильное министерство обвинят бобров. Власти настаивают на человеческом факторе. Бизнес разводит руками. Наша съемочная группа выехала на место происшествия с целью разобраться и понять, чье равнодушие привело к такой трагедии. Ну, неделю назад озеро было большое. Рыбы полно было, можно было. А на второй день пришли, уже рыба косяками стала ходить. Значит, вода на полтора метра ушла. Озеро Клубничное. Только запах отнюдь не сладкой ягоды, а разлагающейся рыбы. Все озерные обитатели задохнулись без воды. Клубничное появилось в 60-е годы. Питалось оно водой от ручья за счет таяния снегов и дождей. Расположено в шести километрах от райцентра Залесова. Озеро находится на балансе муниципалитета. Территория вокруг и гидротехнические сооружения на балансе арендатора предприятия Залесовская. Как только отдыхающие заметили проблему обмеления, тут же попытались связаться с ответственными лицами. 4 числа я позвонила в администрацию. Сказала, что Клубничное милеет силен. Администрация сказала, ну, мы разберемся. Это и к совхозу относится. Весь разговор был. До совхоза я не могла дозвониться просто и все. Звонила два дня, не могла дозвониться. Рецидент произошел у нас на прошлой неделе. Ко мне обратилась жительница нашего села по телефону. Сказала, что есть проблемы с Клубничным. Я ей дал телефон арендатора. В 2020 году на Клубничном уже гибла рыба. Не в таком количестве, но все же. Но незвоночник в двухгодичной давности, незвонок местных жителей в этом году не повлиял на ответственных лиц. Они не отремонтировали задвижку, которая пропускала воду, из-за чего и мелела озеро. Одни не отремонтировали задвижку, другие равнодушно не проконтролировали это. А давно он в таком плачевном состоянии? Да уже много, не один десяток лет. А задвижку-то почему не ремонтировали? Ведь знали, что она в плачевном состоянии. Видите, как получилось. Зеркало воды сохраняло. Здесь небольшой рычаг чуть-чуть. Он пробегал. Ну и все. Считали, что это навсегда. Мы не досмотрели. Следственный комитет после ситуации на Клубничном начал проверку. К месту происшествия съехались и профильные ведомства. Минприроды, Рыбнадзор. Сейчас прорабатываются причины трагедии. И это не только сломанная задвижка. Одна из основных рабочих версий – это не вина человека, а вина бобров. Уровень воды мог упасть из-за того, что бобры построили плотину, тем самым перекрыв ручей, который и питал озеро. Бобры уже в крае, это уже седьмой или восьмой раз, когда они вмешиваются в эти дела уже. И у нас из-за того, что разрыли, ушло малый уткуль. Поэтому большой ущерб наносится бобрами. Однако это лишь одна из версий, и не все ее поддерживают. В том, что виноваты бобры, я все-таки не согласен. В этом должны разбираться компетентные органы. Но без человеческого фактора здесь не обошлось. Это сто процентов. Специалисты рыбнадзора в ближайшее время установят ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам. Возбуждено сейчас первоначально административное расследование по факту гибели рыбы на неустановленное лицо. Как будете утилизировать рыбу? И будете ли? Утилизация – это в наши полномочия не входит. То есть, это, скорее всего, должен проводить арендатор этого водоема или за кем он закреплен. То есть, этот тоже будем выяснять. Найти и убрать плотину бобров, починить задвижку, в ближайшие дни вывезти погибшую рыбу. После арендаторы мечтают вновь запрудить водоем. То есть, отказываться от него они не собираются, несмотря на допущенную эко-катастрофу. Кстати, самое интересное, еще 8 лет назад по договору аренды предприятие Залесовское должно было перевести прибрежную территорию и земель сельхозназначение на земли рекреационного назначения и развивать здесь туризм. Это сделано не было. Тогда вопрос, почему власти не расторгли еще много лет назад договор аренды? На этот вопрос чиновники ответить журналистам не могут. А между тем, расследование массовой гибели рыб продолжается. Если ущерб признают особо крупным, то виновным может грозить до 5 лет лишения свободы. Пока продолжается разбирательство, жители села Залесово надеются, что когда-нибудь водоем вновь наполнится водой и за ним все-таки будут присматривать. А вы верите, что его восстановят? Хочется бы. Хочется еще жить. Чтобы посмотреть еще на рыбалку сходить. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Герой нашего следующего сюжета прикован к инвалидному креслу уже 7 лет. Выйти на прогулку для него непосильная задача. С четвертого этажа обычной хрущевки супруга буквально тянет его на себе. Причем инвалидные коляски у него целых две. Как помочь таким людям, если старые дома для этого не предназначены? Разбираемся в нашем сюжете. Именно так ступенька за ступенькой Андрею Васильевичу и его жене приходится прокладывать путь на улицу. У мужчины генетический недуг. Мышечная дистрофия. Мышцы слабеют и не могут восстанавливаться. Поэтому случайный перелом ноги обернулся для него инвалидностью. На вопрос о том, как это произошло, Андрей Васильевич отвечает смеясь. У меня есть кот Васька. Кот игрался с листьями на подоконнике, прыгнул и прыгнул мне прям под ноги. И получается, что я прыгнул под это место, и когда я начал падать, получается, что я всем весом ушел на левую ногу и сломал ее. С котом все хорошо, но вот спуск на улицу – каждодневный труд. Преодолеть препятствия в четыре лестничных проема туда и обратно мужчине помогает супруга. Есть механические ступеньки охоты, а мы придумали свой ступенькоход. Это получается, взяли старое покрывало, туда вшили старый разнос металлический, такой крепкий еще, савдеповский. И супруга его расстилает по ступенькам. Я сажусь на этот разнос. И потихонечку, ступенька за ступенькой, она спускает этот покрывало, я потихонечку спускаюсь, значит, ступеньком. Но такое устройство небезопасно, добавляет Андрей Васильевич. Один из таких спусков привел к тому, что мужчина упал и чуть не разбил голову. Да и руки жены устают. Нести тяжело, рассказывает Елена, но что не сделаешь для любимого человека. Оба мечтают о специальной коляске, электрическом ступенькоходе, который может подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно. Устройство не просто мечта, а жизненная необходимость. Но стоит оно почти как машина, около 600 тысяч рублей. Мы обращались в соцзащиту. Конечно, государство нам помогает. Нам выделили две коляски. Одна домашняя коляска, другая прогулочная коляска. Но на этой коляске очень сложно, без посторонней помощи мы не сможем сами спуститься. На наш запрос в Министерстве социальной защиты ответили, что о таком средстве передвижения семья Качановых их не просила, а установка пандусов технически невозможна. За координацию мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей, входящих в Государственный жилищный фонд, Частный жилищный фонд, определено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Мужчине предложили переехать с четвертого на первый этаж, но от этого он почему-то отказался, хотя именно переезд с верхнего этажа мог частично решить его проблему. Андрей Васильевич понимает, что просить от государства помощи в данной ситуации не приходится, но письмо президенту однажды написал, ну а вдруг повезет, не сработало, потому, говорит, и обратился к нам в редакцию в надежде, что добрые люди захотят помочь. Указанный номер телефона привязан к банковской карте супруги. Очень жалко смотреть на эту ситуацию, как они каждый раз спускаются, поднимаются домой. Мария Мацаева, Андрей Печоркин, День с толком. Медицинским работникам, которые желают трудоустроиться в больнице или поликлинике края, в Минздраве обещают компенсировать обучение по переподготовке. Это касается и тех, кто когда-то ушел из профессии, а теперь хочет вернуться. Например, я хочу работать терапевтом, потому что работал 8 лет назад терапевтом. Проходит цикл по терапии, трудоустраивается в должности врача-терапевта. Это и молодые мамочки, которые находятся по уходу за детьми, это и пенсионеры, в том числе и льготные пенсионеры. Это те медицинские представители, лица, которые ушли в сферу косметологии работать когда-то. Может, по состоянию здоровья не смогли продолжить работу. Чтобы участвовать в программе, нужно выбрать медицинскую организацию и специальность, которая востребована в этом медучреждении. Затем определиться с вузом или колледжем, где будет проходить переподготовка. Обучение оплатить за свой счет после прийти в эту больницу или поликлинику, чтобы заключить договор на компенсацию. Она, к слову, не будет превышать 50 тысяч рублей. После обучения сотрудник обязан устроиться в медучреждение не позднее, чем через две недели, отработать там три года. В Алейске ввели режим ЧС. Связано это с многоквартирным домом, крышу которого снесло с шквалистым ветром. Сегодня люди, оставшиеся фактически без крыши над головой, пытаются спасти свое имущество от проливных дождей. Будут ли восстанавливать кровлю и, самое главное, за чей счет, выясняла Валентина Аскерова. Вся крыша была на огороде, и вот на том огороде переломала все. Настоящий шок испытала Валентина Крутилина. Крыша соседнего многоквартирного дома рухнула прямо к ней в огород. Женщина четвертый день пытается прийти в себя. Еще бы секунды, и побитый урожай был бы меньшим из бед. Я была на огороде, собрала огурцы, кабачки. Ну и пошла, зашла, только занесла, и ветер поднялся. Я дверь закрыла. Только дверь начала закрывать, его как бахнуло. Я кричу, крышу сорвала. Вот так присела, меня потрясло немножко. Крышу сорвало с жилого дома напротив. В двухэтажке проживает 11 человек. Никто не пострадал, но страху натерпелись. Было очень громко, прямо как взрыв какой-то. И тут такой бах, думали, что-то взорвалось. Смотрим в окно, лежит. Я сначала не поняла, что такое. Смотрю, крыша наша. Естественно, мы все перепугались, всех трясет. Спустя считанные минуты после ЧП к дому стянулись все городские службы. Предложили жителям пункты временного размещения, но покидать дом люди отказались. Спустя несколько дней власти ввели режим ЧС, так как квартиры жителей начало заливать дождями. Мы проделали отверстие, чтобы оно собиралось в тазики. Односкатную шатровую крышу, сорванную ветром, ремонтировали в 2012 году. Гарантийные обязательства от подрядчика истекли 5 лет назад, из-за чего обязать его восстанавливать кровлю уже нельзя. Однако Олейская прокуратура организовала проверку в отношении выполненных работ. В ходе проверочных мероприятий прокуратурой будет дана юридическая оценка управляющей компании в сфере МКД, а также субъектам предпринимательской деятельности, силами которых был выполнен ремонт крыши в 2012 году. Капитальный ремонт дома, у которого сорвало крышу, запланирован аж на 2042 год. Однако благодаря тому, что чиновники ввели режим ЧС, сроки удалось сдвинуть. Новую кровлю обещают построить уже через 20 дней. Администрация города нашла подрядную организацию, которая будет восстанавливать крышу этого дома. Крыша будет стоить порядка миллиона рублей. Она будет выполнена за счет средств тех денег в фонде капитального ремонта, которые жители уже смогли накопить, за счет средств местного бюджета. И мы будем обращаться в правительство Алтайского края, чтобы они оказали помощь из резервного фонда Алтайского края. Прокуратура пообещала контролировать восстановление крыши жилого дома. Но что касается возможных дефектов отремонтированной 10 лет назад крыши, то уже сегодня придут результаты специальной экспертизы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Около 40 миллионов рублей в этом году направили в Барнауле на реализацию народных проектов – благоустройство дворов, освещение улиц и создание детских площадок. Не исключено, что в следующем году на общественно полезные инициативы от населения денег выделят больше. По крайней мере, предложение об увеличении финансирования прозвучало на заседании Координационного совета ТОСов города. О том, что послужило новым толчком развития для микрорайонов краевой столицы – в следующем сюжете. Там у меня построили спортивную площадку футбольную, гонбольную и волейбольную поле. Тренажеры поставили. Все это огородили. Скалодром у нас есть, то есть две качели для маленьких ползунков и для взрослых. Поэтому приходят мамочки и туда, и сюда приводят, кто постарше на спортивную площадку, кто помладше на детскую площадку. То есть работа идет у нас, все здорово. Западный микрорайон – один из тех, где стало комфортнее. А все потому, что жители поддержали проект местного территориального общественного самоуправления. У таких народных инициатив открылись широкие возможности для воплощения в жизнь. Барнаул стал одним из первых городов России, где органы ТОС включили в механизм так называемого инициативного бюджетирования. Проще говоря, на социально важные народные проекты теперь выделяют деньги из городского бюджета. Благодаря инициативе депутатов фракции «Единая Россия» этот проект зашел в город. Это очень важно. У нас много частного сектора, у нас много тех мест, где люди действительно нуждаются в облагораживании территории, освещения, детских площадок и так далее. Поэтому проект, я считаю, поистине народный. Это новый уровень взаимодействия с жителями и властью. В прошлом году по программе инициативного бюджетирования сначала выделили 20 миллионов рублей, потом сумму почти в два раза увеличили. Уж очень много было полезных идей от народа. Да и сейчас их не меньше. В этом году ТОСы предложили уже несколько десятков проектов по обустройству городских микрорайонов. И заявки еще принимают. На заседании городского координационного совета активисты предложили увеличить финансирование общественно значимой программы. Количество проектов увеличилось. Было 22, а сейчас около 40. Мы понимаем, что финансирование, которое было предусмотрено на текущий год, а это порядка 38,5 миллионов рублей, будет, видимо, недостаточно. Поэтому мы приняли такое решение на заседании координационного совета обратиться к главе города Барнаула Франк Вячеслава Генриховичу и депутатам Брунской городской думы, чтобы увеличить финансирование инициативных проектов на 2023 год. А это значит, в следующем году дворы в Барнауле должны стать уютнее, улицы светлее, дороги качественнее. Елена Макаренко, День с толком. Кони, юрты и национальные костюмы. Картины о жизни степных народов представил монгольский художник Резабек Жазадалда. Он почти не говорит на русском, но нашим корреспондентам удалось найти с автором общий язык. Маленький мальчик с рогаткой на шее в окружении родных людей. Таким помнит себя Резабек. И это единственная картина, на которой художник изобразил самого себя. Хотя все, что он рисует, так или иначе о нем, о традициях, о Монголии. В основу картин легли портреты казахских, монгольских людей, земли, на которых они останавливались, их дома. Монгольские казахи, очень многие, держат у себя беркутов. И я старался даже это передать. Характеры птиц, и мне вообще очень нравится их изображать. Он очень плохо говорит на русском, но с нашим корреспондентом Анарой Шагировой нашли общий язык. Резабек признался, что эта выставка первая в России, выставлялся в Казахстане, Корее, но мечтал показать свое творчество людям, близким по духу. Монголы, казахи, алтайцы – это все же родственники. Их тюркскими народами называют. Можно сказать, даже один народ, очень много общего. И пусть в Барнауле не так много алтайцев, выставка в Туриной горе для Резабека – лишь ступенька, приближающая его ко всемирной известности. Кстати, в этом году его приняли в Союз ремесленников Монголии. И кто знает, куда еще занесет художника «Монгольский ветер». Елена Кузовкина, Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Увидеть этих людей в неформальной обстановке – большая редкость. Самого харизматичного и талантливого офицера выбрали среди сотрудников уголовной исправительной системы. Первый этап всероссийского конкурса «Виват офицеры» прошел в Барнауле. Участие в конкурсе приняли 16 офицеров. Мероприятие проходило два дня. В первой конкурсанты выполняли задания по служебной, боевой и физической подготовке, демонстрировали навыки стрельбы. Во второй день жюри оценивало совсем иные таланты, голосовые данные, умение танцевать, играть на музыкальных инструментах. По итогам двухдневной борьбы первое место завоевал сотрудник УФСИН Алексей Откидыч. Второе – Павел Демкин. Бронза ушла Евгению Рудеру. Эстетическая подготовка вопросов у меня не было. Постоянно в готовности. За танец я очень сильно, если честно сказать, переживал. Потому что, так как я не профессиональный танцор, и решил поставить, и партнерша моя тоже не профессиональный танцор, решили поставить совместно номер. Буквально за три дня мы его придумали, репетировали три дня. Ну и я думаю, что получилось довольно-таки достойно. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну, а через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компании «Валар». До встречи! Продолжение следует...